Всем привет из Киженги, это Никита. Как вы поняли, мы на сельских играх. Лично для меня они стали первыми, и я сейчас под большим впечатлением. И поэтому мы решили выяснить, что значит сельские игры для жителей республики. Поехали! Что вообще для вас сельские игры? Сельские игры. Ну это в первую очередь, конечно, это соревнования, это праздник. Даже не знаю, ответственность, не знаю, не подвести свой район, переживания какие-то, не знаю даже. Возможности, наверное, в честь своего села отстоять. Ну и праздник. Для спортсменов, наверное, на сегодняшний момент в сельской местности, ну не совсем единственное, но то место, где можно себя проявить, показать, выступить. Сельских игр я уже с 2016 года съездила в Курумканский район, Тункинский, Мухшебирский. И вот это мои четвертые летние игры. Я участвую вообще как бы в зимних играх, там где присутствует настольный теннис. Вот любитель я настольного тенниса. Мне сейчас 53 года, так что я тут ни бегать, ни футбол, ни волюбов играть уже не смогу. А вот настольный теннис, пожалуйста. Вообще я еще готовилась в прошлом году, но очень сильно расстроилась, когда сказали, что отменяется. И в этом году тоже сильно ждала. И трепетное было ожидание. Я уже, наверное, лет 20 езжу на сельские игры. Ну на сельских прошлых результатах я как бы в финале на сотке четвертый был. Выиграли мы гид-массовый кросс Курумкан и эстафету Курумкан выиграли. Общекомандное у нас, кажется, второе было. А вот честно, третий раз в 2003 году, что ли, когда было в Кабанском районе, там я участвовал именно по национальной борьбе. Ну я сам завтра буду в лёг-атлетике, тоже в прыжках в длину участвовать. Будем бороться за самые высокие места. Организовано, все хорошо, понравилось, гостеприимно встретили, проводили. Никита Сымбацаренов, Бато Гармен, специально для программы «Вместе».